кольца забыл надеть дорогие молодцы и умницы у меня вновь ручки мои беззащитные ладно дорогие друзья я что хотел сказать лучше все лучше становится я уже могу говорить эту голос я хотел сказать все я думаю читали михаила фанасьча булгакова и фанатели из него и есть великолепный владимир владимира борту здорового человека до тараса бульбу фильм собачье сердце а до мастера маргариты тоже он тоже поставил ну слабо очень вот это когда он еще умел ставить собачье сердце бладенка за углом ну просто чудеснейший фильм и совершенно совершенно культовая книга мастер маргарита по которой многие фанатеют и я прям был совсем еще маленьким когда прочитал литературном журнале даже черновики еще не составлены там места за зелла был елла вместо геллы была стелла а так вам те же самые имена вот на самом деле тоже были черновики михаила фанасьча его вдова уже как-то свела их воедино и сделала книгу вот совершенно культовая книга у дебилов каковым был я в детстве ну смысле для ребенка это нормально быть дебилом а для взрослого уже не так простительно вот мы с двумя вчерашними детьми уже становящимися взрослыми а именно моими сыновьями астапом и тарасом по старшинству тарасом астапом обсудили эти две книги и вот к чему мы пришли мне кажется мы не дебил это первый второй вывод почему остальные дебилы с кого начать например с филипп филиппча евгений стегнеев его сыграл блистательно он влюбляет в себя хочется говорить его фразами цитатами также как цитатам воланда например потому что когда мы говорим никого никогда ничего не просите сами придут и все дадут эта цитата не не только михаил афанасьевич она вообще-то волан это волан говорил а волан на секундочку это дьявол часть той силы что дьявол разумеется там есть перекличка с фаустом и с миссис трофеном совершенно сознательно это много вообще кличек есть кличек перекличек есть ну вот что я хоть и микрофон не забыл поставить к себе я думаю так лучше будет слышно вот что я хотел сказать вот например филипп филиппович преображенский такой прекрасный статный знатный бородатый в костюме великолепно троечки мужчина ругает советские газеты не читаете за ужином советских газет говорит он доктор борментале помилуйте говорит он ведь других же нет тогда вообще никаких не читаете здесь я лично вижу явную перекличку с мастером который лежа в психушке говорит ивану бездомному явно отсылка на нелюбимого булгаковым демьяна бедного он говорит не пишите стихи стихи то плохие не пишите филипп филиппович понятия не имеет что пишут в этих газетах он их не читает и говорит не читайте вообще никаких так же как мастер ни разу не встречаясь со стихами своего более молодого коллеги ивана бездомного говорит стихи то у вас плохие но вот и не пишите их больше никогда он ни разу не читал стихов он Он не знает, что там такое, но он так вот заявляет. Что наталкивает на некоторые размышления? Такие же размышления, когда Филипп Филиппович говорит уже Шарикову, который пытается как-то просвещаться и подобно очень многим идиотам читает Маркса, не понимая происхождение того из Гегеля, совершенно не понимая, не вдаваясь в подробности, читает Энгельса переписку с Каутским. И вот он, значит, выдает свою некультурность, странно, откуда она бы взялась, если он вчерашняя собака, которую, между прочим, Филипп Филиппович не воспитывает. Он породил человека, еще одна перекличка, он породил человека из пробирки. То есть это или гомункул, или Франкенштейн. Скорее всего, Франкенштейн, потому что он соединил части мозга и, по-моему, текстикулы, Клима Чугункина, убитого недавно криминального какого-то там деятеля, и собачки. Вот он воссоединил. Это такая пародия на Франкенштейн, я бы сказал. Так же, как Мастер и Маргарита, это пародия, очень мрачная пародия на Фауст. Между прочим, шапочка мастера, многие не могут понять, что это за шапочка, а это перекличка с человеком, с которым Михаил Афанасьевич общался. Алексей Федорович Лосев носил такую шапочку, считая себя тайным монахом. Лосев был очень странный человек, писал весьма интересные философские труды по диалектике, а потом описывал, как он пляшет под луной с демонами в хороводе, на поляне, в полнолуния. А еще он писал, что у демонов холодное семя. Вот такая история. А еще он писал, что большевиков надо сжигать на кострах, даже не расстреливать, а сжигать на кострах. А когда его, собственно, за эту книжку посадили, а не расстреляли, причем не сожгли на костре, все, естественно, заголосили, что вот интеллигенция подавляется советской власти. В общем, тот еще мастер. Вот. И что же, Филипп Филиппович породил человека из собаки, сделал вот человека с нуля, причем взрослого. Ну, казалось бы, сделал отвечай, а он отвечать не собирается. Он только возмущается, ругает его и дает Барменталью его бить постоянно. Они его бьют, там душат, гоняют как-то, пытаются выжать его из квартиры, где целых семь комнат, и Филипп Филиппович хочет восьмую. Очень интересно. Я вот даже стал думать, восемь комнат ему надо. Ну, семь я еще могу подсчитать. То есть, есть столовая, есть спальня для него, спальня для гостей, может быть, спальня для прислуги. Операционная обязательно. Ну, кабинет. Кабинет, он же библиотека. У меня где-то была и седьмая комната. Что-то я понял, что седьмая комната может быть. Восьмую я вообще не понимаю, зачем она нужна. Ну, вот нужна ему. Очень нужна восьмая комната. А, ну, собственно, для Шарикова. Может, ему восьмая нужна. Уже после того, что Шариков там поселился. Шариков пишет на него жалобы, что его они угрожают убить. И Шариков выглядит здесь, получается, по крайней мере, по фильму. Он такой неприятный персонаж. Вот доносчик ягода. Как бы человек себя обнаружил уже сделанным только что из собаки. Собакой он был добрый. Что нам намекает, что он и сейчас мог бы быть добрым. Только его надо воспитывать. Воспитывать собаку как-то сильно легче. Но Филипп Филиппович почему-то не собирается его воспитывать, просвещать, давать ему книги, беседовать с ним о прочитанном. Он просто кричит. Так, Зина, Зинуля, эту книгу в печку. А книга, между прочим, библиотекарская. То есть, вообще-то за нее отвечать придется. Шарик его придется отвечать. Нет, он не хочет разбираться. Он сразу в печку. Календарь, пролетарский календарь, так, в печку его. Но он не собирается ни с чем сталкиваться, ни с чем разбираться. Ну вот, вернемся теперь к мастеру. Такой вот интересный у нас есть мастер. Написал роман о Пилате. Ну, может быть, не своевременно написал. Это какие-то 20-е, 30-е годы. 20-е. Нет, 30-е уже. 20-е годы это у Филиппа Филипповича, который говорит, разруха, разруха в городе. Помилуйте, так разруха же. Разруха в головах, говорит он, Филипп Филиппович. А то, что недавно произошла гражданская война, где куча миллионов человек погибла, и вообще вся инфраструктура страны разрушена. Он почему-то не берет это в расчет. Ну, мало ли какая гражданская война. Разруха, она вот здесь, в головах разруха. У меня вот семь комнат, мне нужно восьмую. А у вас всех разруха. У меня есть вопрос, почему Филипп Филиппович не имеет семьи, живет один. С Барменталем там у него отношения какие-то такие. Ну, в смысле, как учитель, ученик, конечно. Я ничего не имею в виду другого. Ну, ладно, в общем, мастер. В общем, мастер. Написал роман о Пилате. Ну, не своевременный. Его раскритиковали. Ну, в смысле, любую книгу критикуют. Сколько там, пять статей разгромных написали на него? Не так уж и много, между прочим. То есть, любая книга, особенно если она какая-то заметная, она будет раскритикована. И это хорошо. Твою книгу заметили. Твою книгу ругают. Так и нужно. Хайдеггер говорил, да, вот я, говорит, как-то не так свою творческую жизнь прожил. Очень мало врагов себе, говорит, заимел своими книгами. Говорит, это что-то вот прям не то. Мастер видит эти статьи, и у него случается депрессия, и у него случается нервный срыв. А чем он раньше занимался? Он тоже ничего не писал, что его не критиковали. Я не понимаю, как это работает. У него случается нервный срыв, он оказывается в психушке. И с тоской вспоминает о своей полуподвальной квартирке, где была какая-то там жена. Я вот, честно говоря, не помню, как ее звали. Очень интересно. Ну, может быть, это такая гипербола. Он все-таки литератор. Ну, дескать, не помню, как звали. Я вот во втором браке живу. Что я могу сказать? Я вот что-то сейчас не припоминаю. Как я это было бы? Да, вот я не припоминаю имя моей первой жены. У меня шизофрения. Может, правда в психушке его место? И вот он говорит, такая была квартирка на старом Арбате. Это вот на Арбате именно была квартирка, не на окраине Москвы. То есть вот он гулял, такие покровские ворота. Такой прекрасный, прекрасный советский интеллигент, который московский, такой арбатский, который не считает себя ни советским, ни русским, а вот вообще мастер как таковой. Не отождествляет себя ни с кем. Ну, понятно, что Булгаков в этом смысле и себя имел в виду. Тем более у него тоже там первую жену он как-то свою бросил. Но я думаю, он критически себя имеет в виду. Я думаю, что он не любит ни Филиппа Филипповича, ни мастера. Я думаю, что он себя не очень-то любит. Я думаю, что он относится к себе зло. Но понятно, что Булгаков не любит большевиков. Он абсолютно откровенно занимал белогвардейскую позицию. И Сталин делал все, чтобы его не трогали. Его и Пастернака. Понятно, что он не любил советскую власть. Это очевидно. Но, кажется, и себя он не очень-то любил. И вот все эти дела, как это в ресторане в этом Грибоедове, который открывается ночью, до утра гудит. И за очень-очень маленькие копеечные деньги, за членские билеты там вся элита, московская элита творческая, бухает в этом ресторане. И вот они все, как и мастер, думают о квартирках, квартирку мне. И, как и мастер, они говорят, хорошо бы, чтобы меня никто не трогал. Вот меня все время кто-то трогает, кто-то ко мне лезет. Я хочу, чтобы никто не трогал меня. И они хотят дачки. Все хотят дачки возле ручейка. Какие-то правительственные дачки получить. Каковую в конце получает мастер. И вот он заводит роман. Что-то там он розу подарил, желтую этой Маргарите. Она выбросила ее. Маргарита – очевидная отсылка тоже на Фауста. Гретхен. Гретхен – возлюбленная Фауста. Это она. Вот они встретились. Она такая типичная истеричка. Если он то ли абсессик, то ли правда шизофреник. Я думаю, все-таки абсессик. Тем более, я хочу, чтобы меня никто не трогал. Это очень абсессивная, гнилая такая, гнилостная такая позиция. А Маргарита – вот она типичная истеричка. Ей нужен великий мужчина рядом, чтобы она его вдохновляла, чтобы он писал. Что они получают после балла у сатаны? Совершенно вульгарнейшего балла. Про сатану будем еще дальше говорить? Может, не столько про сатану? Нет, будем. Что они получают? В награду она получает, как королева балла. Она получает мастера и ту самую квартирку. Сатана выкидывает из квартирки тех жителей, которые сейчас ее занимают. И они получают. Ночь в этой квартире они получают. Потому что наутро Азазелла приходит за ними и забирает их на тот свет. Азазелла, я напомню, работает личным киллером. Он убийца. Киллер Люцифера, Воланда. Азазелла приходит за ними. Ни коровьев, ни бегемот, ни Гелла Стелла. За ними приходит Азазелла. Это означает, что он приходит, их убивает. То есть они получили подарок сатаны. Что происходит, когда ты получаешь подарок сатаны? Наутро ты не успеваешь даже насладиться. Наутро к тебе приходит Азазелла и убивает тебя. И вот, что их ждет дальше. Правительственная дачка. Им выделяют дачку. Им говорят, ну вы вообще, кто это, Матфей, Леви Матфей, да, говорит, но они вообще не достойны света, но они достойны покоя. Что имеется в виду? Они достойны покоя. Но мастер же просил покоя. Он же просил, чтобы его никто не трогал. И он говорит, я больше писать, наверное, не буду. Пожалуйста. Тогда ты не нужен в этой жизни. Ты умираешь. И поселяешься навсегда в вечность. Вместе с истеричкой, которая видит себя только вместе рядом с творческим мужчиной, который что-то делает культурное значимое. Ты поселяешься в этой дачке в заперти. Это очень большая перекличка с артовской пьесой за закрытыми дверями. Огромная перекличка. Возможно, Сарт вот читал Булгакова. Не знаю. Та же самая история. Ты поселяешься с этой женщиной, с которой у тебя мог быть роман только пока она замужем. А ты где-то там шляешься. Вы не живете вместе. Вы запираетесь в одном помещении. Ты никогда больше не будешь писать. И ты будешь думать о том, что лишь бы тебя оставили в покое. Но ты будешь жить вместе с нею. С той, которая вечно не удовлетворена. Это называется ад. Как Сартер говорит, ад это другие в этой пьесе за закрытыми дверями. Там та же самая история. Благополучный буржуазный отель. Людей, двух женщин и одного мужчину, просто селят вместе. Там даже двери открыты. Можно даже выйти, но они не выходят. Они просто истязают друг друга. То же самое будет с мастером и Маргаритой. Вот чего он достоин. Он не достоин света. Значит, он в ад идет. Это не в смысле, что он в каком-то лимбе с Сократом и Аристотелем, как писал Вергилий Данте. Нет, он в аду. В самом настоящем. Он там навечно заперт. Вот здесь с мастером мы уже прощаемся. Его, собственно говоря, он получил ровно то, чего он был достоин. Мастер и Маргарита – это два вульгарных, ничтожных червяка, жалких, мелочных. Она становится ведьмой. И что она делает? Плюет там в кого-то, пока она невидима. Вот что такое ведьма. Это ничтожные человечки, пошляки. Они пошляки. Они невысококультурные, как может показаться. Они пошляки. И Булгаков знает это. Он описывает нам нормальных московских пошляков. Они точно такие же москвичи, как говорит о всех москвичах Волан. Потому что жилищный вопрос их испортил. Так, то же самое. Вот жилищный вопрос у мастера. Тоже так же его портят. Хорошо. Хорошо. Что касается Евангелия от Воланда. Черновики назывались не мастер и Маргарита, а Евангелие от Воланда. Вот мой сын Тарас, говорит, читает. Ну вот там начинается с того, что Иванушка бездомный, общается с Берлиозом. И вот они говорят. Иванушка бездомный написал разгромное такое Евангелие, где он сущим мерзавцем нарисовал исторического Иисуса. А Берлиоз говорит, не так надо было писать. Надо было не мерзавцем его делать, а показать, что его нет. Но тут к ним подсаживается господин Стростьев, выдающий себя за немца, исследователя какого-то там. И говорит, что да нет, помилуйте, все было совсем не так. Он, конечно же, был. Он, конечно, существовал, Иисус. Иисус, а дальше у нас глава, когда Иисуса приводят к Пилату. Ну и мой сын Тарас, так же, как и я в первый раз, когда читал, воспринимает это за чистую монету. А там его зовут Иешуа Га-Ноцри, Иисус из Назареи. Га-Ноцри. То есть, уже происходит первая подмена имен. Ну, в каком смысле подмена? Исторически все правильно. Там вообще исторически все правильно. Но это третий рассказ. Я говорю, Тарас, смотри, как строится структура. Итак, у нас есть версия Иванушки Бездомного. У нас есть версия Берлиоза. У нас есть версия Сатаны. Это три версии, направленные на одно и то же. Единственное, что Сатана достаточно хитер, чтобы написать очаровательную версию. Где Иисус никакой не Христос, где никакой он не Бог. Он просто добрый простофиля. Он разговаривает так, что у Пилата разжимаются какие-то мышцы, пристает болеть голова. Он изо всех сил хочет считать людей добрыми. И когда он умирает, он умирает. Все. Воланд подменяет все основные символы христианства, специально убирая весь божественный аспект и оставляя только исторический. Он делает это настолько хорошо, что даже прогулка по воде Христа описана, когда Пилату грезится, что вот бы этот парень был жив, и ему кажется, что они идут с ним, заметьте, по лунной дорожке, значит, по воде. Это в его грезах происходит. Это не на самом деле. Христос на самом деле не воскрес. Это Пилат хотел бы этого. Вот что такое Евангелие от Воланда. Это максимально хитрая манипулятивная подмена. Подмена тезиса основного, что Христос на 100% человек и на 100% Бог. Воланд, не называя того, потому что когда подмена тезиса происходит в манипуляциях, естественно, что она не названа, иначе бы она сразу рассыпалась. Не называя того, Воланд убирает все божественное. Далее. Самые веселые главы – это вот этот сеанс черной магии в Варьете. И когда кот перестреливается с чекистами, когда он на люстре, они друг друга палят, и никто ни в кого не попадает. Это действительно весело, смешно. Дьявольски задорно, так скажем. Ну, хорошо. Дьявольски задорно. Как-то тоже эти главы стали культовыми. И вся эта нехорошая квартирка в Москве, она сейчас очень популярна. Вот это нечистая сила, она там деньги. Фальшивым аниществом фактически занимается, каким-то гипнозом. То есть деньги – это бумажки у них какие-то, листочки нарезанные, документы ненастоящие, поддельные. Вызывает вопрос, что в них такого дьявольского, если они просто, ну, не знаю, просто жулики. Но что с ними происходит, когда они стоят на крыше? Они приобретают свой истинный облик. Коровьев становится этим печальным рыцарем. Он действительно фагот. Фагот – печальный рыцарь. Кот-бегемот, судя по всему, это его паш. Азазелла – какой-то там темный дух пустыни, демон-убийца. И они все очень сильно грустят. Им всем плохо. А вспомните Варенуху, которого сделали упырем. Это тоже пародия. Пародия на эти английские романтические, там, 19 века, вампирский роман, в которых было пруд-пруди, где красивый аристократический вампир получает вечную жизнь. Варенуха говорит, ужасно быть вампиром. Сделайте меня обратно человеком. И его делают человеком. Вампирам быть не классно. И вообще демонам быть не классно. И с Витой Воланда быть не классно. Они все печальны, им всем очень плохо. Они все, как бы сказать, переживают мучительно собственное существование. Плохо быть ими. Вот о чем пишет Булгаков. Хорошо, возвращаемся. А, ну я еще не сказал, что они точно такие же пошляки, как и мастер Маргарита. И плохо быть пошляками. Сера, уныло, неинтересно. Им неинтересный, неинтересен их кураж. Но непонятно все-таки, почему Филипп Филиппович плохой. Почему мастер неинтересный и противный пошляк, стало понятно. А Филипп Филиппович, ну все-таки, да, вот он не согласен с советской властью, не согласен с этим быдлом, которое получило права вообще быть. Он хочет быть таким вот аристократичным дядечкой, культурным, начитанным, общаться только с культурными людьми. Он не хочет просвещать, не хочет воспитывать, образовывать собственное чадо, которое у него получилось. Не хочет. Но, ну и ладно. Но что делает его плохим? Да вы посмотрите, чем он занят. Он в такой нэпманской публике, которые сонарно произносят букву «м», звук «м», и даже там, где он не может сонарно быть произнесен, то есть тогда, когда после него гласное идет, они так говорят. Он общается с пошляками. У него все клиенты – пошляки. и кто-то там из верхушки партии. У него клиент, которого он спас, который теперь ему обязан, и он не дает его выдумать из квартиры. Что, чем он занят? Он делает аборт 14-летней девочки, которую приводит старый развратник. Он смотрит на него укоризненно, качает головой, говорит, не могли подождать два года. На секундочку, это уголовка, и его бы неплохо посадить, эту мразь. Я имею в виду Филипп Филипповича, а не только старого развратника. Чем он занят? Что он делает? Ну и вот он такой, доктор Франкенштейн, нераспознанный гений, хотя ему, конечно, этому нераспознанному гению все клиенты благодарны, у которых в старости стоит после операции, которую он проводит. Они ему говорят, профессор, вы гений. Доктор Барменталь говорит, вы гений, профессор. Ну вот... Я не думаю, что он симпатичен автору. Евстигнеев симпатичен зрителю. Но Филипп Филиппович – это мерзавец. Такой же, как и мастер. Ему надо, чтобы его никто не трогал. Выдали ему роскошную буржуазную жизнь. Ну как, роскошную мастеру, хотя бы на Арбате, чтобы жить. И оставьте меня в покое, и дайте мне зарабатывать большущие деньги. И все, больше мне ничего не надо. Я думаю, именно поэтому он с Барменталем и общается. Барменталь ему постоянно заглядывает в рот. И Филипп Филиппович, как вы скажете, вы гений. Эти люди, ни мастер, ни профессор, они не могут быть с людьми, в связи, привязаны как-то к людям. Как он поступает с Шариковым, который по факту, ну, по большому счету, является его, ну, хотя бы в духовном смысле, сыном. Он в итоге опять у него все изымает, делает его собакой. То есть, в каком-то смысле, Шарикова, полиграф-полиграфча, он убивает. Потому что, ну, неудобно с ним жить, а воспитывать кого-то, привязываться к кому-то не хочется. Барменталь для него, это не тесная связь. Это его преданный ему инструмент. Короче, Булгакова считаю великолепным, прекрасным, блистательным писателем. Его героев считаю сущими мерзавцами, к которым он, я уверен, относился точно так же, как и я. Фанатеть от этих книг вполне можно, но если их внимательно читать, то фанатеть уже не получается. Поэтому умному, какому-то рефлексивному человеку, культурному, интеллигентному, наверное, не положено фанатеть от этих книг. есть еще, конечно, странная конспирология. Говорят, что Булгаков, это был одновременно, он был Ильфом и Петровым и писал одновременно вот этих вот, Остапа Бендера и так далее. Это все было похождением Воланда. Остапа Геличем Дугиным Дмитрий Львович Быков говорит, что Булгаков эту книгу написал для Сталина, и у него там был только один читатель, он от имени мастер написал книгу, показав, что устрой репрессии всем мразям, только меня одного не трогай. Вот за этим он написал эту книгу. Всю жизнь он ее писал, ради этого, оказывается. Да, вот, бывают и такие умные люди, которые вот такое умные говорят. Я за то, чтобы все-таки, конечно, просто внимательно читать, потому что, когда внимательно читаешь, сам все это видишь. Вот такая история. Ну, в общем, понятно, за что я, да? Логика, аргументация, внимательное прочтение, построчное, с карандашиком, и будет нам счастье. И вам тоже. Всем пока.